Хоккеисты Спартака 9 августа – удачный день календаря для заезда в Сокольники. Спартак накануне, скажем так, постигла большая трансферная новость. Бранко Радивоевич, капитан и лучший бомбардир клуба в его российской истории, переехал-то совсем недалеко, в Мытище. Но от этого не менее обидно. Важная была в системе красно-белых координат Персона. Недаром же в известном спартаковском фанатском заряде, где в футболе Тихонов Андрей забьет, в хоккее забьет именно Радивоевич. В команде не скрывают, что оставили бы Словако с удовольствием. Да при традиционно скромных возможностях клуб просто не вытягивал еще один большой контракт. Придется теперь, видимо, красно-белым болельщикам встраивать в известные стихи Марцелла Хоса. Я думаю, что это так. Экономически мы не могли, конечно, потянуть эти два контракта. Так получилось, что новая струя, новый игрок. Я думаю, что человек-лидер во всех командах, в которых он играл. Новый лидер, на которого так рассчитывает Виктор Пачкалин и весь большой спартаковский тренерский совет, уже успел забросить шайбу и реализовать булит в ходе товарищеского матча с Дуклой на сборе Словакии. А в Москве пашет как проклятый. Со льда Марцелл Хоса уходит последний вместе с Людучиным, да еще и шайбы собирает. Главное, что привлекло в недалеком прошлом лучшего снайпера КХЛ в новом клубе, это максимальная оперативность и подвижность Спартака в переговорах. Едва их начав, заинтересованные стороны тут же практически нашли консенсус. Хоса, судя по всему, сделал правильный выбор, ведь многое здесь в атаке будет под него и для него, как и в Риге в свое время, где все получалось. И это правильно. У Марцелла, как ни крути, большой пондус. Для меня самое главное сейчас это проводить больше времени на льду, для того, чтобы я мог показать то, на что я действительно способен. Спартак в этом смысле мне неплохо подходит. Здесь у меня будет такая благоприятная возможность. Я буду играть в тройки с очень хорошими партнерами. Все вроде бы есть для выступления на хорошем уровне. Вот посмотрим, что получится у нас в этом году. Усилив легионерскую группу полевых игроков, Спартак обошелся без легионера на позиции вратаря. Новый первый номер Иван Касутин. Пока еще в старом бело-голубом шлеме с тарантулом и гербом родной Вологодской области. Новый Спартаковский тоже, конечно, с тарантулом и тем же гербом уже готов. Кипер обещает опробовать его в первых официальных матчах. Касутин мало того, что попал в Спартак, где требовательная публика всегда требует от галкипера чего-нибудь заоблачного, так еще и после Гашика, с которым теперь Ивана неизбежно будут сравнивать и требовать чего-нибудь заоблачного вдвойне. Ну и ладно, и не страшно. Ну, безусловно, меня брали на эту роль, чтобы я играл основным вратарем. И, конечно, чувствую их поддержку и то, что они на меня надежды возлагают, что я буду очень помогать и команде, и им, и всем. По информации, предоставленной тренерским штабом Спартака, игроки на последнем сборе в Словакии пробежали более чем по 100 километров и подняли 85 тонн железа. По железу это коллективный показатель, конечно, включая супер-ветерана Штумпела, которого Роман Людучин, допустим, нежно зовет дядя Йозеф. Дядя в тренажерном зале иной раздаст фору племянничков. Однако приближается время хоккея, и его будет становиться все больше. Спартак до начала сезона выступит на турнире в Нижнем Новгороде и на Кубке Мэра в Москве. Тарас Тимошенко, Казим Шахназаров, Вести Спорт.